Тут не гулял Годзилла, и это не последствия мощного шторма, а результаты хозяйствования. Береговые сооружения и лестницы на окраине села Песчаная разрушались десятилетиями. Такая ситуация давно, с момента развала Советского Союза. Вот сейчас благоустраивается мечта и новый отель выстроен. Вот там сейчас стоят пляжи, сейчас натягивают тенты, а остальное все плачет. Ближе к центру село выглядит более ухоженным. Лежаки ждут отдыхающих. Но их как кот наплакал, хотя есть и те, кто сельским пляжем не изменяет. Я советской власти сюда езжу, по путевке сначала, а потом меня тянет уже. Так и передайте, что любовь не выбираю, как говорится, любовь зла, полюбишь козла. Поэтому я на этот козел все время езжу. Западное побережье Крыма теряет не только отдыхающих, тают сами пляжи. Процесс длится лет 40. В Песчаном берег уходит чуть ли не из-под зданий. В селе Береговое море съело 10 метров суши. В Николаевке 25. К тому же 90% местного побережья признано аварийным и опасным. Пляжи Евпатории некогда были шириной в 100 метров. Со временем они сократились в 13 раз. За последние три года исчез пляж между Орловкой и Любимовкой. Постепенно теряют его и кача. Море наступает по нескольким причинам. Это и природные факторы, и влияние человека. Добыча песка из разных мест. Непосредственно с самих пляжей, с моря или с лиманов или озер. Если эта добыча происходит в более-менее разумных масштабах, мы результатов негативных практически не видим. Но если эти объемы промышленные и из года в год только увеличиваются, конечно, мы видим резкое уменьшение береговой линии. И количество пляжей уменьшается с каждым годом на сотни квадратных метров. Добыча песка продолжается на озере Донузлав и на Бакальской банке. Контролируемое Москвой Крымское министерство экологии признает ситуацию на побережье плачевной. Но остановить добычу даже не пытается. На месторождении озера Донузлав несколько пользователей. Это наше государственное унитарное предприятие Евпаторийский морской торговый порт. И два частных предприятия. Морской порт в прошлом году добычу не вел. Месторождение на Донузлаве – это единственное месторождение в Крыму, песок из которого более или менее соответствует требованиям ГОСТа. Больше такого песка для дорог и другого строительства, который бы соответствовал российскому ГОСТу, в Крыму нет. Промышленные интересы ставят выше экологических. Хотя главы населенных пунктов Западного Крыма не раз заявляли, добычу песка нужно остановить. Подконтрольное Кремлю местная Минэкология угрозы не увидела. Еще в 2015 году обещала экологическую экспертизу. Информации о ней нет до сих пор. Но тут вопрос, сколько эти исследования будут стоить и кому они нужны. Потому что, скорее всего, эти исследования дадут ответ, что промышленная добыча песка очень негативно влияет на сокращение береговой линии. И если мы такой ответ получим официально, и этот отчет дадут ученые, куда тогда деваться местным властям? Что они тогда должны будут делать? А вроде бы пока ответ не получен, можно манипулировать. Ущерб наиболее заметен на Бакальской косе, что в Черном море. Это региональный ландшафтный парк северо-западного Крыма, популярный среди поклонников дикого отдыха. Рядом идет добыча морского песка. Снимки со спутников демонстрируют, как Бакальская коса постепенно исчезает. Александра Слаевна, Владимир Нестайко. Для Крым. Реалии.